На повестке дня заседания Брестского областного совета по трудовым и социальным вопросам главной темой обсуждения стали молодые специалисты. На протяжении последних пяти лет не только в Брестской области, но и во всей стране в целом наблюдается сокращение количества граждан, занятых в экономике, и связано это с несколькими факторами, в том числе и с ростом населения пенсионного возраста, а именно поколение бэби-бумеров. Это люди, родившиеся в послевоенный период примерно с 1946 по 1964 годы, в то время, когда СССР ставил перед собой глобальные цели и на этой идеологии воспитывались амбициозные, стремящиеся быть лучшими в своем деле специалисты, преданные Родине. Безусловно, проблематика молодых специалистов сейчас выходит, на мой взгляд, на первый план. Как и во многих отраслях, не только в промышленности, мы эту проблему ощущаем достаточно остро в связи с постоянным уменьшением количества занятых в экономике, не только в Брестской области, в целом, в Республике Беларусь. И здесь, безусловно, для того, чтобы понять самую главную причину, почему же возникает вот этот отток, мы со своей стороны с Международным институтом МИЦО, университетом МИЦО, с его социологическим центром провели исследование с привлечением предприятий промышленности. Более 50 предприятий по республике было привлечено. Из них 8 – это были представители нашей области, 4 предприятия – это были предприятия тяжелой промышленности и 4 предприятия легкой. Мы исследовали все-таки привлекательность и закрепление молодых специалистов на предприятиях. Все-таки основные причины выявили, что же являются самыми главными факторами для наших работников, в том числе, безусловно, молодых специалистов. И во главу угла все-таки стали это, прежде всего, уровень оплаты труда, это микроклимат в коллективе и условия труда. Проблема закрепления молодого специалиста на предприятии в данный момент существует во многих отраслях, в том числе и в промышленности. Причин такого явления несколько. Согласно социологическому исследованию, проведенному Международным университетом МИЦО в Брестской области, работники промышленных предприятий наиболее не удовлетворены условиями оплаты труда – 43,5%. Условиями труда и социальными гарантиями – чуть больше 37%. Адаптация микроклиматом в коллективе – практически 20% рабочих. Что мы еще должны сделать, когда мы имеем один из лучших договоров коллективных, а мы всего лишь 45% закрепляемости имеем молодых специалистов на предприятии, которые мы приводим в пример. Я уже тогда остальных вообще не говорил, потому что остальных характеризует цифра, которую вы привели, что из 287 присутствующих на встрече в 38-й бригаде, только два молодых специалиста изъявили желание вернуться на то место работы, где они работали до призыва на службу. Так или нет? Конечно. Мне кажется, это самое главное. И я, к сожалению, не услышал ответа на этот вопрос. И я думаю, мы должны сейчас его развить и ответить на этот вопрос конкретно. Уже раз там только два, то надо аудиторию целевую изучить, а кто же там 287 присутствовал, а с каких регионов они призваны, а на каких предприятиях они работали до этого. Самое главное – что их не устраивало. В качестве положительного примера работы с кадрами в Бресте специалисты приводят пример машиностроительное предприятие «Компа». Это разработчик и производитель оборудования для мясо-молочной отрасли, а также комплексные решения для производства колбасной продукции, плавленого сыра и кормов для животных. В минувшем году на предприятии образовалась своя профсоюзная ячейка, в которую вступили более 80% сотрудников. На предприятии созданы достойные условия труда, где молодые специалисты стремятся к развитию и достижению высоких результатов. А для гарантии соблюдения прав рабочей и безопасности был составлен коллективный договор. Мы достаточно плотно с ними работаем, благодаря, понимая руководству предприятия, важности данной совместной работы, социальному партнерству, достаточно высокому уровню. Вот уже более 300 членов профсоюза из чуть более 400 работающих у нас уже, скажем так, наши ячейки профсоюзные. И я считаю, что достаточно хороший показатель нашей совместной работы. Также в рамках заседания поднимались вопросы охраны труда, нулевого травматизма на предприятиях и общественного контроля в рамках выполнения соглашения между Брестским областным исполнительным комитетом, областными объединениями нанимателей и областным объединением профсоюзов на 2022-2024 годы. В Зеленобуцкевич, Дмитрий Литвинёк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.